У войны миллионы лиц, да более родные и незнакомые, смуглые и в веснушках, пухлощеки, скуластые, суровые. И как минимум одно из них с никогда не сходящей улыбкой. Мой сын говорит, мам, ты знаешь, что я нашел интересное? Я говорю, а что, сынок, у нас же Никулин воевал в наших краях. Я говорю, как? А он говорит, да, воевал в наших краях в 72-м зенитном дивизионе. За узким деревянным столом уже 10 лет Антонина Васильевна устанавливает места гибели и захоронения советских солдат. В домашнем архиве 20 тысяч имен. Одно великого артиста. Мы голодали, был блокад Ленинграда. И неизвестно, чем кончится все. Треть Союза вообще была оккупирована страной. А вот верили, верили анекдоты, оживляли нас, не убрали. Он давал самый главный оптимизм. Вот должен быть оптимизм. Значит, юмор должен жить. Вот как юмор умрет, значит, все, хана. Он впервые надел гимнастерку в 39-м под Сестрорецком 115-м зенитно-артиллерийском полку. Снял лишь спустя 7 лет. Эти годы оставили в душе Балагура глубокий шрам. Я видел Ленинград во время блокады. Часто трупы лежали прямо на улицах. И это никого не удивляло. Бредет человек по улице, вдруг останавливается и падает. Умер. На долю выпала затяжная оборона Ленинграда. Дни без еды, сна под пулями и взрывами. Вышел я подышать свежим воздухом и услышал, как летит снаряд. А больше ничего не слышал и не помню. Очнулся контуженный в санчасти. Откуда меня снова отправили в госпиталь. Уже в другой. Это случилось в 43-м, где-то между Колпиной и Красным Бором. Из очередного госпиталя на поле боя Никулин вернулся уже при усах. Книга почти серьезная. И это, что Антонине Васильевне лично прислал сын актера, теперь главные экспонаты небольшой школьной выставки. Из фотографий и текстов сложен портрет. Но не великого комедианта 20 века, а малоизвестного героя. Как-то они зашли в блиндаж, в котором были немцы. Ну и там захотели покушать. И вдруг ползет мышка. Ну и один солдат и говорит, ой, что это за мышь? То есть хотел ее ударить. А он говорит, не надо, эта мышь-то не немецкая, это же наша ленинградская мышь. И когда он приехал, вернулся домой и рассказал эту историю отцу, отец ему сказал, что ты совершил героический поступок. В Тельмана написали Никулина и красками в образе фронтового журналиста Лопаткина из кинофильма «20 дней без войны». С трансформаторной будки смотрит он на братскую могилу. У него такой загадочный взгляд здесь. Вот. Тяжело было передать. Как бы кучу фотографий пересмотрел, вот, чтобы нарисовать. С обратной стороны у нас еще есть один фасад. Ну, решили продолжить начатое. Соответственно, тематику мы избираем, наверное, актуальную тоже в этом году. Это 75-е годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Пока здесь лишь одно лицо, но за ним миллионы судеб тех, кто, как Никулин, прорвал блокаду. Навсегда вошло в мою жизнь 14 января 1944 года. Великое наступление, в результате которого наши войска сняли блокаду и отбросили фашистов от Ленинграда. Была продолжительная артиллерийская подготовка. 20 градусов мороза, но снег весь сплавился и покрылся черной копотью. Многие деревья стояли с расщепленными стволами. Когда артподготовка закончилась, пехота пошла в наступление. Если бы я сейчас его встретила, я бы, наверное, его обняла бы и просто встала перед ним на колени. Ну, хотя на колени надо вставать, наверное, перед каждым солдатом. Есть у жителей Тельмана мечта одна на всех – увековечить память всех, кто сражался на этой земле гордым званием населенный пункт воинской доблести. Она война, она ведь осталась на всю жизнь. У всех тех, кто воевал, она, можно сказать, ее не уберешь никуда. Эльмир Низамова, Константин Веревкин, Антон Пушикевич. Последнее известие. Тоснинский район.